Всем привет! Сегодня я вам... Я что, буду перезаговариваться? Ладно, сейчас, погоди, надо застегнуть просто в этом дело. Когда официальная часть, короче, надо всегда... Я всегда боюсь что-то сказать. Надо же что-то сказать. Подписывайтесь. Всем привет! Сегодня у меня студио-тур. Было бы здорово, конечно, снять студио-тур на мою настоящую студию, но, поскольку у меня не получилось это сделать, я вам расскажу, как я обустроился на новом месте. Пойдем. Это обычная однокомнатная квартира, которую я переоборудовал для того, чтобы здесь можно было снимать видео и записывать музыку. Обосновался я вот в этом углу. Здесь у меня пришлось приобрести кое-что, что-то я взял с собой. Сегодня я расскажу, что я именно взял с собой, и почему я это взял. Скорее всего, даже и какой-то про сетап расскажу, в общем-то, и про оборудование, которое мне понадобилось для того, чтобы все тут организовать. Ну, для начала я купил себе вот такой стол. Мы жили сначала на одной квартире, там не было стола, и мне нужен был какой-то нормальный стол, чтобы на него можно было прикрепить вот эти вот штативы. Они просто имеют определенную... Ну, у них зажим определенной толщины, то есть некоторые столы мне подходили, которые имеют такие боковые перекладины, и, короче, я купил стол. Здесь очень популярно в Казахстане вот такие столы-книжки. Я не знаю, кто знает, может быть, у вас, у кого-то у бабушки были только такие не белые, а другие. В общем, я нашел белый стол, мне кажется, он очень клевый, потому что, во-первых, он недорого стоит, всего где-то около, там, 2000 рублей. А, во-вторых, его можно транспортировать всегда вот в такой большой стол и сделать еще одно рабочее пространство для того, чтобы сидеть за компьютером. Ну, или просто, если много сетапа, можно его разложить. Вот, но пока я использую его так. Кстати, он классно двигается, если у вас там, например, ламинат или паркет на полу. Вот. Поскольку эта квартира белая, здесь, в принципе, не так-то много чего нужно. Вот здесь не нужно искать какой-то фон. Фон, как у меня был на прошлой квартире, где были там некрасивые обои, они были такие, короче, с завитушками. Я купил фон. Это, ну, обыкновенный фотофон, и мне пришлось купить еще стойки. Вот, сейчас одна стойка используется для светильника вот здесь. Вот, а так я использовал этот фон, выкручивал. И также у меня еще был фон мягкий, ну, что-то типа ткани. И вот в предыдущем видео про Zero Cost как раз-таки я использовал вот эти фоны для того, чтобы обустроить в обычной квартире такую мини-студию. Вот здесь пока этого не нужно, но, по крайней мере, я не планирую, наверное, использовать это, пока это лежит. Так, идем сюда. У меня есть микрофонная стойка. У меня есть стойка для камеры. Есть вторая стойка для камеры, которая снимает вид сверху для того, чтобы делать видео и рассказывать про workflow там или про что-то еще. И также я использую здесь мониторы. Про монитор чуть попозже, сейчас про стойки. Эта стойка микрофонная, я купил ее также здесь. По сути, это очень простая стойка. Единственное, что я искал, чтобы пружины были вот эти черные. Мне кажется, что черные пружины, ну, как-то стильнее смотрятся. Вот, хотя, в принципе, сама стойка такое довольно неуклюжее приспособление. Но зато она позволяет подвигать микрофон на нужном расстоянии. Вот, например, если ты сидишь, то для подкастов можно так использовать. Сейчас камеру поставлю на запись. Для подкастов можно использовать вблизи вот так вот микрофон. А если я рассказываю про какое-то оборудование, например, я не хочу, чтобы в камере был микрофон, то я использую его по-другому. Ну, то есть я просто перекручиваю его. То есть мы направляем его сверху, как делают это в кинопроизводстве, чтобы его не было видно в камере. Ну, максимально близко, так же, чтобы он в камеру не попадал, но при этом звук записывался. Сейчас тут не затягивается, провод тут натянут. В общем, короче, вот так. Можно по-различному использовать его. Можно было, конечно, какой-то штатив на это. Ну, мне кажется, что микрофонная стойка для этого тоже подходит. Вернем в обычное положение. Пусть так вот лежит тут, красуется. Вот эта вот стойка, она так же может подниматься, если нужно камеру поднять. Довольно удобная штука. Единственное, что у меня тут свои головы. Одна голова сейчас на этой камере, которая снимает, а вторая вот эта. Я использую головы железные. Они фирмы Sleek, это японская фирма. Они не очень большие, но у них очень классные площадки, такие... Короче, качественная вещь. Я считаю, что... У меня также штатив, но он дома остался. Я его решил не брать. Но вот головы я взял, потому что их можно прикрутить к любому штативу. Вот. Эта угловая стойка позволяет также направлять камеру, как удобно, в общем, чтобы сверху снимать. Единственный минус, конечно, ее заключается в том, что когда мы что-то там трясем стол, то камера тоже трясется. Если, например, была бы стойка журавль, которая стояла бы просто в стороне от стола, было бы намного лучше. Теперь про мониторы расскажу. Это iLoud Micro, по-моему, так они называются. iLoud Micro Monitors от фирмы OK Multimedia. Это трехдюймовые динамики основные. Это очень маленькие мониторы. Они позволяют, во-первых, их взять с собой, что очень круто. Звук их очень прекрасный. Есть большой минус. Заключается в том, что нет объема по сравнению с теми же Yamaha, которые были у меня. Ну, то есть, условно, вот эти маленькие динамики, они не могут воспроизвести тот объем музыки, который необходим. Но есть также и большой плюс. Во-первых, эти мониторы надо стоять ближе. Я сейчас для красоты поставил их чуть подальше. Вообще, они стоят чуть-чуть ближе. То есть, вот этот вот треугольник между слушателем и самими колонками, он намного меньше. Вот. И, получается, громкость нужно делать тише. И, соответственно, отражений меньше. И комнату подготавливать нужно минимально. Но, по сути, можно не подготавливать. Даже вот таких занавесок будет достаточно для того, чтобы просто сгладить какие-то первые отражения. Ну, и в идеале, конечно, поставить, чтобы эти отражения были такие несимметричные. И тогда, может быть, максимально правдивая картина будет слышна, в общем-то, из этих мониторов. Короче, есть плюсы. Это то, что компактность, то, что минимальное количество отражений можно взять с собой. А минусы — это то, что не хватает объема. Ну, для этого можно дополнять наушники. У меня, к сожалению, тут только диджейские наушники. Вот. Потому что я взял их только их. Но скоро у меня будут еще и студийные наушники. Так вот, студийные наушники плюс такие мониторы, я считаю, что для компактной студии, в принципе, годятся. Так, про наушники сказал. Еще тут у меня есть такой маленький микшер. Это микшер с Алиэкспресса. Я его использую для чего? Для того, чтобы смиксовать следующий сигнал. Во-первых, я как бы в наушниках, чтобы мог слышать микрофон вот этот, который с камеры идет сюда. А также, когда я, например, хочу записывать какие-то видео, связанные с музыкой, то я вставляю сюда еще выход с диджитакта. Потому что в диджитакт у меня вставлены все устройства, и он как бы является основным микшером. Как по USB можно компьютер подключить, использую его как звуковую карту, чтобы слушать, да. Так и через аналоговый тракт тоже все в диджитакт собираюсь. Сейчас об этом расскажу. В общем, в этом микшере собирается звук со всех синтов, звук с микрофона. И я одеваю наушники и слушаю все это. Это не для записи, то есть, ну, запись происходит по-другому. То есть, как запись происходит? Запись я отправляю с выхода на наушники, который есть также в диджитакте. Благо, у него есть два выхода. Один обычный стерео, а один для наушников. И отправляю его в рекордер, который у меня как раз-таки вот здесь. Вот, это зум-рекордер. Сейчас он пишет петлю, но обычно он еще пишет звук у меня. Так, сейчас я обратно вытащу для того, чтобы слушать эти колонки. Колонки, кстати, имеют определенные настройки. Там есть возможность эквализацию сделать, добавить низких и высоких частот. Также можно отрегулировать. Их можно поставить на мониторы, и тогда звук будет менее такой бубнящий. Потому что вы знаете, что мониторы иногда имеют проблему, когда стол заводится, от этого бас не очень внятный. Но у них есть подставка, ну и также можно еще регулировать этот бас. Есть там такой переключатель, который чуть-чуть меньше делает этого баса. Ну еще классно, кстати, их поставить на стойки от микрофонов. Я видел такие стойки от микрофонов, которые просто круглые. И такая палочка, и он стоит довольно симпатично на столе. Может быть, для того, чтобы хотя бы просто поднять на уровень ушей. Ну, все знаете, что прекрасно, что мониторы должны быть на уровень ушей. Если вы вот так вот сидите, и они под наклоном, то получается вот такая вот зона воспроизведения. Она вот поднимается кверху. Если вот так ровно поставить, то можно на подставку поставить. Так будет более качественно. Хотя так тоже нормально. Я думаю, что для таких задач... Так, ну что, к сетапу сначала перейдем, а потом к дополнительным всяким штукам. Ну, короче, основное сердце моего сетапа сейчас является Digital. Так, сейчас я крышки сниму. Digital это сэмплер и секвенсор, который позволяет раздавать MIDI-секвенции в Blackfield, в 1010 Music Sampler, также в Zero Cost, он, правда, сейчас не подключен. И также он может отправлять MIDI-информацию в Digitone. Есть у меня такая штука, MIDI-хаб. Он позволяет скоммутировать MIDI-сигналы следующим образом. То есть я сейчас... Кстати, Digitone тоже может MIDI отправлять. Я сейчас расскажу, как это происходит. У меня MIDI-сигнал идет в этот MIDI-хаб. И он программируется различным способом. У меня запрограммирован следующим образом. То есть я Digitone и Digitact. Отправляю два MIDI вот сюда. Вот можно видеть, C моргает. Здесь A моргает. Он сейчас Clock раздает, но также MIDI. И отдает на три устройства. Первое устройство это Blackbox Music. То есть вот сейчас, в данный момент, я играю Blackfield. И это тоже. Тоже играю Blackfield. То есть получается, я два секвенсора отправляю в одно устройство. Так бы не получилось это сделать, на самом деле. Нет, можно было бы, конечно, сделать коммутацию. Но, короче, эта штука, она позволяет сделать это более комфортно. Потому что она объединяет сигнал в один и раздает его на дополнительные устройства. Вот. У меня тут еще есть одна классная программа. Она на A включена. То есть там изменение параметров. С помощью этой штоки MIDI-хаб можно еще делать, там, рандомизировать различные параметры. Все это делается с помощью специального программатора, который есть на... Короче, программа, которая ставится на компьютер. И можно запрограммировать там различные роутинг этих... Короче, MIDI-эффекты. Вот. Сейчас это используется так, что я просто объединяю это воедино. Вот. Аудиороутинг заключается следующим образом. Blackfield идет в Digitone. Digitone идет в сэмплер. А сэмплер идет... Blackbox идет уже в Digitact. Почему Digitact в конце? Потому что у нее есть мастер-компрессия, которая позволяет делать еще с отчаян-компрессию. Вот. Это очень удобная такая штука, которая позволяет сделать звук более плотным. Почему Blackbox стоит перед Digitact? Потому что у него также есть компрессия, и я могу в него записывать все, что угодно. То есть, вот я сейчас играю, и это все идет через сэмплер. Если я, например, тут что-нибудь сыграл, или за какую-то партию, то я могу ее прямо записать в Blackbox. Также он может как бы воспроизводить звук и записывать. Что долго рассказывать? То есть, секвенция с электрона, например, трек девятый идет на Blackfield, там трек десятый идет на Blackfield, и регулирую я эту с помощью вот этих вот кнопок. То есть, я могу здесь сделать программ-чейндж. Ну и в реальном времени могу играть, например. Полифонии не хватает, потому что уже занято, короче, это действие чем-то. Так вот, здесь четырехголосная полифония, здесь восьмиголосая полифония, и в итоге я могу играть большим количеством каналов. Здесь восемь каналов, здесь четыре, и того двенадцать каналов я могу управлять с Blackfield, потому что Blackfield ультитембральный, короче, это синтезатор, который позволяет до шестнадцати пресетов использовать одновременно. Аудиовыход один, но MIDI можно отправить шестнадцать, и получается можно даже полностью трек на него сделать. Именно поэтому я его взял. Он, кстати, клевый синт для того, чтобы взять максимальное количество звуков с него, то есть считать целое студию внутри. Ну а если есть какой-нибудь секвенсор, там типа электрона, то вообще очень здорово. Во-первых, они синхронизированы по MIDI, да, все. То есть я MIDI отправляю в эту коробку, эта коробка раздает на все устройства. Также по аудио я начинаю вот с крайнего синтезатора, который идет в Digitone, обрабатывается эффектами. Этот сигнал идет в сэмплер. Сэмплер также может быть, ну, может записать что-то. И потом, например, он также синхронизирован, и воспроизвести уже в DigitActive. В сэмплере тоже есть компрессор, который этот синт каким-то образом не дает ему быть каким-то свирепым и условно тоже компрессирует. Можно это, конечно, все отключить. Ну и потом все идет в DigitActive, и в DigitActive с помощью мастер-компрессии все это дело обрабатывается, и плюс еще с отчаяницией на кик, поэтому звук получается максимально комфортным, ну, как по моему мнению. А, еще не рассказал важный момент, что DigitActive еще у меня управляет с 16-го канала, управляет именно Blackbox'ом. Следующими параметрами. Когда я воспроизвожу, я назначил некоторые кнопы на различные параметры, то есть на фильтры вот этих вот сэмплов, которые здесь уже записаны, ну и не только сэмплов, в общем, на дорожках. То есть он как контроллер является, вот эти вот четыре ручки. То есть, вот смотрите. И так вот эти ручки, они управляют фильтрацией звука и также управляют громкостью этого звука. Ну, через, с помощью Learn MIDI я настроил таким образом, в пресете это все в DigitActive сохраняется. Вот, здесь еще есть у меня Zero Cost, я его взял для того, чтобы делать какие-то модуляции, в общем, замену своего модульного синтезатора. У него есть возможность подключить, как по MIDI к этому сетапу, также есть возможность, например, по клоку через 1010Music, через этот сэмплер, раздать ему клок и также синхронизировать. То есть его, в принципе, можно синхронизировать и по клоку, и по MIDI. Ну, в данном случае. Звук, к сожалению, пока я не могу подключить, потому что в Bluffield нету входа. Если бы тут, конечно, был вход, я бы его завел. Поэтому мне приходится чередовать. Либо я, короче, записываю Zero Cost, либо я записываю Bluffield в сэмплер. То есть, получается, как, что я все звуки собираю здесь, ну, и, как бы, сохраняю, получается, все проекты в сэмплере в 1010Music. Прикол в том, что этот сэмплер, у него есть возможность вытащить флешку, и там есть возможность забрать оттуда Ableton Live файл. Это, короче, упрощает работу, если вы хотите продолжить обработку или, там, мастеринг своего трека в компьютере, потому что, ну, очень просто это делается. Он раскидывает, там, на четыре дорожки ваши лупы, и можно продолжить свою работу. Очень важный инструмент – это кисточка, которая позволяет тут прибираться. Ну, про основную красоту я рассказал, как это все выглядит. Давайте теперь пойдем на внутреннюю часть кухни, и я расскажу, как это все подключено к сети, потому что, ну, какие еще дополнительные всякие штуки у меня есть для того, чтобы обеспечить работу этому сетапу. У меня тут под столом в магазине продуктовом я нашел вот такие вот прикольные, ну, короче, ящики. Они из-под фруктов. Я их использую для того, чтобы сортировать эти некоторые вещи. В этих ящиках я храню все самое важное. Ну, во-первых, вот в первом ящике здесь у меня подключены все синтезаторы, то есть их, в принципе, за раз можно отключить. Также вот сюда я установил еще один удлинитель, который позволяет мне, например, подключить по USB некоторые девайсы, такие, как камеру, потому что она питается от пустышки, что очень важно, потому что, когда видео долго снимаешь, чтобы батарейка не разряжалась, короче, использую я вот такую вот пустышку. Так, второй USB у меня идет для чего? Ага, для того, чтобы питать MIDI-бокс. Ну и, короче, в общем-то, это все питание для сетапа, который наверху. Здесь я все скоммутировал следующим образом. Удобно эти ящики тем, что можно вот так поднять всегда, и здесь можно подмести пол, то есть как бы на полу не валяется, это здорово. В этом ящике, во втором ящике я храню дополнительный сетап, тоже для видеосъемки. Во-первых, это вот этот вот фон, который мне вместе с моими стойками, который я купил вместе с стойками, я его использовал, но сейчас я, наверное, не буду его использовать, но он пока здесь лежит. Эта коробочка, она вообще, она от этого, от RAVPOWER, это такой типа пауэрбанк большой, но я оставил его дома из-за того, что он большой, но коробку я взял с собой, потому что она вмещает black box. Короче, сетап, который не хочется поколоть, можно использовать вот такую коробочку. Ну, black box в основном там лежит. Вот этот чехольчик у меня для рекордера Zoom, который у меня сейчас в кармане записывает меня. Это крышка для светильника. Есть у меня такая тренога Manfrotto, очень качественная. Я иногда использую для того, чтобы снимать самого себя, например, селфи с руки или для мобильного телефона. Есть такая штука еще, вот держатель для телефона с возможностью укрепления сюда микрофона. То есть, в принципе, удобно. Я думаю, что это, наверное, такой портативный штативчик, он, ну, как бы важный, и часто я его использую. Есть у меня такие икеевские светильнички для того, чтобы придать определенную атмосферу. Сейчас, кстати, я как раз это и сделаю. Там у меня заряжается пауэрбанк, там место для зарядки. Потом про него тоже расскажу. Дома у меня всегда были светильники. Я очень люблю теплоту 2700 кельвинов и не смог с ней расстаться, поэтому я взял такие светильнички, которые позволяют в камеру как-то сделать такой засвет теплый или для записи видео. Ну, или, например, если в темноте что-то записывать, они классно подсвечивают для атмосферы там или еще что-то. Вот такой вот штативчик я купил. Ну, это такой зажим, который позволяет на стол прикрепить светильник или, например, можно прикрепить сюда также голову для камеры и можно камеру прикрепить. Но я использовал для штатива на прошлой квартире. Сейчас я использую. Точнее, я использовал для светильника. А сейчас я использую на штативе этот светильник. Еще у меня есть вот такая изолента. Я купил ее здесь для того, чтобы вот эти вот металлические, например, части. Там джек серебристый, который для микрофона. Он был серебристый, некрасивый. Я купил вот такую изоленту. Она не совсем простая. Она, короче, такая с полосочкой. Выглядит как будто, ну, короче, пластиковая такая что ли. Интересно, на самом деле. Никак я такого не видел, но мне понравилось. Я вот ее купил. Скотч обычный. Это пульт для светильника, который в данный момент освещает это помещение. Ну, и можно управлять, короче, яркостью. Светильник очень простой, кстати, годекс. Вот, но очень полезный, потому что без него нормально видео не снять. Здесь у меня уже новый модуль. Вы, наверное, уже знаете какой. Вот, и плата, точнее не плата, а панель для Eurorack для моего будущего Eurorack синтезатора, который в процессе. Вот здесь у меня есть секрет, но я вам сейчас расскажу. На самом деле здесь у меня лежат мои видеосинтезаторы, которые я также взял с собой. Они просто немного места занимают, но зато очень полезные штуки для какой-то визуализации. Я думаю, что в моей будущей прекрасной жизни они мне пригодятся для моих экспериментальных проектов. Я их полностью сам паял. Вот, это один синтезатор. А это второй. Это через VGA. Так, что-то разболталось. Тоже был полностью мною спаин. Короче, это аналоговый видеосинтезатор RGB. Его можно коннектировать с Eurorack модулями. Здесь есть входы, и они управляют цветами, которые можно будет вывести на экран через кабель VGA. А здесь RCA. Ну, это неудобно, конечно, их миксовать друг с другом. Но у меня раньше был микшер, который миксовал. Сейчас пока нет. Так что их можно для разных проектов использовать только. Для отдельных нужно будет микшер. HDMI кабель. Это нужно для того, чтобы, например, записывать в компьютер с камеры через... Сейчас расскажу, какую штуку она там у меня лежит. Так, ну все, вот эти ящики. В общем, здесь быстрый доступ к каким-то важным вещам лежит. А здесь коммутация у всех этих электросетей. Стол, кстати, прикольный, что здесь всякие перекладины такие. Ну, чтобы не было визуального мусора, все это можно на стяжках. Стяжки наши все вообще. Стяжки я постоянно использую для того, чтобы крепить всякие важные штуки. Так, пойдем вторую часть сюда. Еще свет, светильники. В темном углу надо что-то подсветить. Вот как это выглядит. Короче, тут у меня основная сеть. Когда я иду, ухожу со студией или там ложусь спать, я просто вытаскиваю, и здесь все отключается. Это на светильник. Это также еще один USB такой, короче, блок, который позволяет заряжать, например, батарейки. Вот что они не заряжаются. Заряжаются для видеокамеры. Ну, для камеры, да, которые... Здесь сразу две, это удобно. И вот такой ящик. Этот ящик я взял с собой из дома и сюда всякие важные провода для себя и всякие устройства поместил. Ну, это чехольчик для петлички, она сейчас на мне одета. Это отвертка, которую я здесь купил. Дома у меня было очень много отверток, шуруповертов классных. Ну, здесь тоже нужно вертеть, крутить, поэтому я купил вот такую универсальную. С одной стороны плоская, с другой стороны крестовая, но она уже немножко стесалась у меня. Короче, отстойная отвертка, но какая есть пока. Теперь по проводам. Здесь, короче, есть у меня MIDI-кабель фирмы Rockboard. Ну, я все такие MIDI-кабели сейчас использую. Они вот с короткой вот этой крышечкой, и это позволяет... Устройство продвигает друг к другу ближе. Джек 3,5 стерео. Это для Black Box, потому что он на таких на стерео питается. Точнее, на стерео звук передает. Очень качественные, на самом деле, кабеля. Вот. MIDI-переходник с 3,5 на обычный. Тоже для Black Box. И вот такой классный у меня еще USB есть. Он очень коротенький и угловой, что позволяет, например, мне Powerbank подключить к Black Box. Я вот на липучке его прикрепляю, и Black Box можно использовать с помощью Powerbank. Чтобы не болтался длинный кабель, я использую этот коротенький. Это Eurorack. Это переходник для Zero Cost. Он в комплекте шел. Хотя это фирма Hossa, но такие у меня тоже есть. Почему-то они были в комплекте к Zero Cost. Не очень понял я. Но, в общем-то, полезная штука. Она позволяет с джека 6,3 на 3,5 перейти. Я взял с собой два провода, которые сам паял. Они такой длины специально, чтобы Digitack с Digiton соединять. Я их, к сожалению, не использую, потому что Digitack с Digiton я напрямую не подключаю сейчас. У меня тут коммутация более сложная, так что я, наверное, зря их взял. Ну ладно, они короткие, пригодятся. В общем, короче, патч-кабели. Это обычные моно-патч-кабели, которые я паял. Ну, может быть, педаль какую-то можно подключить с помощью них. Так, вот эти штуки я уже заказал здесь. Вместе с модулем пришли. То есть, получается, стерео на два моно. Это позволяет мне делать мульти-сэмпл пак для блэкбокса. Ну или, например, разделить, например, какой-то стереосигнал на два моно. Иногда в случае с модуляром это очень нужно. Я таких пару кабелей взял. Еще один переходник MIDI на джек 3.5. Это для Zero Costa в комплекте был. Это Type-C для видеокамеры. Это для Еврорека. Еще вот, кстати, важный момент. Тоже стерео-переходник. Например, чтобы много проводов с собой не носить, мне приходится, конечно, вот такими переходниками пользоваться. Они места мало занимают. То есть, это вот стерео-джек, например, с блэкбокса, можно отправить на тюльпаны куда-нибудь. Может, либо на мониторы, либо также с помощью вот таких переходников эти тюльпаны можно превратить в джеки угловые. Вот эти переходники фирмы HOSA, по-моему, они, ну, короче, относительно качественные, насколько можно вообще, ну, как бы, считать качественные такие переходники. Короче, различные такие роутинги можно делать. То есть, или, например, даже вот, я не знаю, можно... Пожалуйста, вот там хитрость. Короче, различные варианты подключений. То есть, вот два моно маленьких, на два моно таких, на два тюльпана. В общем, мне нравится такой маленький компактный вариант для того, чтобы использовать различные коммутации, там, с маленьких джеков на большие, на тюльпаны для записи, или, там, можно вот сюда вставить, например, какие-то другие провода. Короче, это развязывает руки в том плане, что можно коммутировать как угодно. Потому что сетап весь на разных разъемах, и очень сложно угадать, когда что пригодится. Вот, такие штуки позволяют это использовать. Еще очень важный, полезный кабель. Это аттенюатор. То есть, это... Я покупал еще в Комэлектроник этот кабелек. Он позволяет, например, какой-то сигнал с еврорека сделать его потише или погромче. Но не звук, а именно сигнал CV, то есть Control Watcher. Короче, это аттенюатор. Полезный, полезная утилита. Переходник для MacBook, для того, чтобы использовать по прямой... Напрямую можно было использовать интернет. Сеть интернета, да, не через Wi-Fi, а через вот такой кабель. Для того, чтобы сеть была стабильна в случае стримов. Наверное, это очень важная штука. Когда я делал стрим на EMI, то я использовал эту вещь. Этот стереоджек от роута микрофона. Такой же тоже стереоджек 3,5 можно для микрофона использовать, либо для Black Box, например. Вот еще один кабель, который я недавно заказал. Он со стерео на 2 моно. То есть, это не для наушников, которая штука такая, когда вы знаете, там, типа, можете в самолете музыку послушать с одного устройства. Здесь, там используется стерео, и тут стерео, и тут стерео. А здесь на моно. Это очень редкая, на самом деле, штука. В простом магазине не купить такую. Еще. Так, это стек кабеля, которые друг к другу вставляются. Их я использую для еврорексинтезатора. Очень полезные. И без них я не могу представить свою коммутацию еврорексинтов. Еврорексинтов. Еще один такой же. И очень компактные инструментальные кабеля. Они, получается, балансные, потому что здесь стереоконтакт. Ну, можно они используют как стерео, либо как балансные. Ну, или как моно. Также их можно использовать. Они такие красивые. Вот, желтые. Такие, наверное, ко мне еще скоро приедут. Едет посылка одна. А тоже такие кабеля. Потом я это все соберу. Сейчас расскажу, что еще здесь. Есть такая классная клипса, которой можно использовать. Роуд-микрофон, который на стойке у меня для того, чтобы повесить его, например, в качестве петлички. Ни разу не использовал ее, но мне кажется, это полезно. Может быть, пригодится. Камлинк. Устройство, которое позволяет перегнать HDMI в... Короче, плату видеозахвата в 4К, который позволяет сделать, например, стрим через OBS или как-нибудь на YouTube, короче, можно. Надеюсь, что у меня здесь скоро интернет проведется. Может быть, я и стримы буду проводить. Ее аналог с Алиэкспресса фирмы Rules. Ну вот, он тоже... Он, правда, цвет немножко другой. Цветопередача другая, но вроде тоже полезная. То есть для двух камер можно использовать. Этот переходник наверняка вы знаете. Это для айфона или айпада. Для того, чтобы USB, там, аудиосигнал в него пустить. Например, для Digitact можно использовать в качестве записи, например, Digitact на айфон или там что-то такое. Тоже полезная вещь. Эти переходники вы знаете тоже для новых айфонов, чтобы наушники на них слушать. Флешка. Еще такие важные вещи, которые позволяют, например, микрофон накрутить на стойку для камеры или, например, камеру накрутить на микрофонную стойку. Поэтому тоже важные штуки. Переходник стерео, который позволяет превратить вот такое вот стерео в такое вот стерео. Например, в случае, там, с пасовозвратом. Не знаю, вот такую можно коммутацию собрать еще сейчас. Так, сейчас. Что я хотел собрать-то? Вот, например, с такого стерео на такой или вот так вот. Короче, опять-таки, это про уникальность подключений всех этих сетапов. О, очень люблю я использовать вот такие липучки. Вот, они позволяют провода сматывать друг с другом и компактно их хранить, чтобы они там не болтались. Например, по смыслу, когда они разделены или при переезде, я всегда использую вот эти вот штуки. Вот так вот. Так, тут флешки хранятся, но это не мои флешки, это Полинины. Вот, но мои флешки тут тоже есть. Такие флешечки здесь, такие флешечки здесь. И крышечка для камеры, которая закрывает тот момент, где крепится микрофон или вспышка. Ну, так, чисто эстетическая штука, не всегда нужная. Давайте я теперь расскажу про то, что делает симпатичными видео в моем канале. Это логотип, который я здесь уже сам сделал. Эта штука была вырезана из фанеры. Я нашел компанию, которая позволяет, в общем-то, с помощью вектора вырезать из фанеры и из пластика. Сзади здесь пластик, то есть здесь склееная просто пластик и фанера. И получается, что это светопропускная, светопропускной пластик, а это свет не пропускает. Что выглядит сзади? Сзади на самом деле ужас, показывать или нет? Сзади это обычная кольцевая лампа, которая с помощью вот таких вот монтажных штуковин, не знаю, как они правильно называются, и стяжек прикреплена вот к этой вот панели, и висит все это на штативе, вот так вот все некрасиво. Вот, но зато функцию свою выполняет. Почему кольцевая лампа? Это потому что она просто имеет несколько режимов, вы можете просто использовать цвет, который вам нужен. Например, вот, ну вы, точнее я могу использовать. Ну и вы, если захотите, можете тоже сделать так и использовать. То есть я могу переключать различные режимы, выставить там ярко. Сейчас просто день, поэтому плохо видно, но если я попробую шторы закрыть, может быть сейчас лучше будет видно. То есть вот белый цвет, желтый, там какой-нибудь зеленый, синий, в моем случае вот этот синий я использую. Вот, и это позволяет мне создать некую атмосферу. Почему я не делал целый короб? Ну, во-первых, я сейчас путешествую, и таскать с собой там целый вот этот вот короб в сумке места много занимает, а такая плоская штука занимает места мало, а кольцевую лампу можно купить в любом магазине. Эти вещи сейчас стоят очень дешево, и использовать их, в общем-то, можно в любом месте. Поэтому я решил, принял решение создать такую конструкцию. Конечно, если у вас есть идеи, как модернизировать мою конструкцию, чтобы она была более портативная там, или еще какая-то, напишите в комментариях, мне на самом деле будет, может быть, полезно. Я придумал вот так. В плоту нельзя продвигать, иначе свет будет, не будет рассеиваться, и сзади не будет, во-первых, здесь будет мало света, и сзади, например, когда она приближается к стене, то там такой орел получается красивый, мне очень нравится. Поэтому я придумал вот так. Здесь у меня фаны, которые я использую для того, чтобы подложить под синтезаторы разных цветов, черный, синий и розовый, это фирменные цвета моего канала. Единственное, что только нет тут желтого, но я пока не нашел, планирую, что еще желтый тоже приобрету. Я их подкладываю под синтезаторы, чтобы создать какую-то определенную атмосферу, и какую-то колористику соблюдать, чтобы контент был брендован. И, в общем, такому способу я тоже прибегнул. Здесь у меня стоит мой синтборд деревянный. Я его собирал для того, чтобы все это дело, синтезаторы свои скоммутировать, это для электронов место, здесь для остальных синтезаторов. Но про него, наверное, есть смысл отдельно рассказать. Тоже я сделал его из фанеры, создал макет векторный, который мне в компании, где вырезали этот логотип, также вырезали, его собрали, склеили, и мы его тут уже покрасили. Здесь я, наверное, все рассказал уже. Это, кстати, остатки от логотипа, когда это все вырезалось. Вот отсюда это все вырезалось. Поэтому это расходный материал, но, может быть, я буду это использовать. Кружок вы этот уже знаете, я его тоже под ZeroCost подкладывал, для того, чтобы снимать видео. Ну что же, на этом все. Наверное, все я рассказал, все, что у меня тут есть. Это позволяет мне в данный момент записывать видео, заниматься музыкой и также работать здесь, если нужно место для компьютера. Такое вот я себе пространство организовал. По сути, это нельзя назвать какой-то большой студией или какой-то студией для продакшена, но и маленькой студией тоже не назовешь, потому что сетапа относительно достаточно для того, чтобы делать музыку. Пространство комфортное, есть даже какая-то ютюберская, то есть вот эти все штативы. Все это умещается в чемодан, есть возможность с этим путешествовать, ну и, соответственно, разложить на любом месте и использовать это для деятельности также возможно. Поэтому стул, конечно, здесь был на месте, хорошо, что он подходит по стилю. То есть, ну, сейчас я чувствую себя здесь относительно комфортно для того, чтобы продолжать заниматься творчеством и снимать видео на ютюб. А вы не забывайте подписываться, ставьте колокольчик, если вам понравилось это видео, поделитесь обязательно этим видео с друзьями. Если вдруг вы хотите, чтобы я снял видео-тур, точнее, студио-тур по фотографии из своей студии, которая у меня была до этого, то пусть это видео наберет 500 лайков, не жалейте. Как только на видео наберет 500 лайков, я обязательно сниму студио-тур по фотографии из своей старой студии, которая у меня, к сожалению, не получилась снять заранее, потому что ее теперь у меня нету. Пока!